Как в целом устроен мир науки в Российском университете дружбы народов? И начнем. В целом, когда я поступала в Российский университет дружбы народов, у меня были такие смутные ожидания. Я надеялась на какую-то монотонную, возможно, учебу, студенческую жизнь. И после окончания университета я рассчитывала на трудоустройство. В реальности немного произошло иначе. В целом, я познакомилась с огромным количеством статных таких людей, учеными, директорами, топ-менеджерами, которые наставляют меня в настоящее время в моей карьере, с помощью которых я сейчас активно веду научную деятельность в Российском университете дружбы народов. Также меня трудоустроили в Российскую академию наук благодаря людям, которые изображены на презентации, на фотографии, чему я безмерно благодарна. Также Российский университет дружбы народов предоставил мне возможность внести свой вклад в решение глобальных проблем. Для этого я выбрала институт экологии. В целом, мы с ребятами в институте экологии решаем глобальные проблемы. Проблемы человечества, проблемы истощения ресурсов, проблемы взаимосвязи человечества с животным растительным миром. В целом, я хотела бы сказать, что в Российском университете дружбы народов в каждом аубе, в академии, в факультете есть свои научные кружки. Если мы говорим про кружки института экологии, просто огромный выбор кружков представлен на слайде. Каждый из себя может найти в одном из этих кружков. В свою очередь, я выбрала для себя кружок в мире современного катализа под руководством Маркова Екатерины Борисовны. В целом, с ребятами на институте экологии мы решаем глобальные проблемы по изменению климата, глобального потепления, это лесные пожары, их последствия. Также мы решаем проблемы, связанные с землетрясением, засухой, танье ледников, наводнений, сбора и утилизации отходов. Все это в институте экологии, правда, возможно. Чем занимаюсь конкретно я? Я совместно с кружком занимаюсь такой главной значимой проблемой по изменению климата. В свое время меня очень подвергла мысль о том, что за 30 лет 1,6 миллиардов человек погибло в результате стихийных бедствий, в том числе и в результате глобального потепления. В целом, сейчас ведутся работы по изменению данной ситуации. Подписано в 2015 году, наверное, как вы знаете, Парижское соглашение 2015 года, которое подписало 186 стран, 13 из которых целей устойчивого развития является как раз-таки борьба с изменением климата. Только совместно в команде, в кружке современного мире, современного катализа, мы междисциплинарно подходим к изучению данной проблемы, занимаемся поиском и синтезом новых металлоорганических каркасных соединений, циолитов, пористых сорбентов, которые могут быть использованы как в катализе, как в очистке источных вод, в сепарации и также в различных областях науки. Именно междисциплинарный подход связи экологии и химии помогает нам достичь таких высоких результатов. Я хотела бы рассказать про возможности, которые предоставляет Российский университет дружбы народов. Я хотела бы сказать, что много конференций, в которых я участвовала в прошлом году, были профинансированы Российским университетом дружбы народов. Программа научно-технических мероприятий — это действительно возможность. Это финансовая поддержка молодых ученых, специалистов, с помощью которых вы можете выезжать на внутривузовские, международные олимпиады. Если вы стесняетесь выступать на публике, можете выступить онлайн. На слайде представлены конференции, в которых я выступала в прошлом году. Они являются ежегодными. Некоторые из них проходят в наших родных стенах, в Российском университете дружбы народов. Поэтому в этом году призываю вас участвовать в конференциях и пользоваться программой научно-технических мероприятий. Также хотела бы сказать, что в университете предусмотрены поощрительные выплаты талантливым студентам за научно-исследовательскую деятельность, индивидуальную, в кружках. Также это за научные мероприятия, лучшие курсовые работы и так далее. В целом, заканчивая свое выступление, я хотела бы сказать, что, ребят, открывайте для себя мир науки, участвуйте в конференции и постигайте, и развивайте нашу страну. Спасибо за внимание. Надеюсь, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok